6 апреля 2022 года. Ши Шиман Бхактян Таванага, с вами Махарач. Итак, обсуждение первой слухи Шиман Бхагаватова. Это Криша, возглавляемая моя, шамна Каде, шамна Криша, не спросили. Какая высочайшая цель человеческой жизни? А, кто высочайший, Господь, извиняюсь, и кого боится смерть? И кому мы должны поклоняться? И как, благодаря чему можно освободиться из повторяющегося круговорота рождения и смерти? Если живо постигнет его, это означает, что живо постигнет все. Благодаря чему вдохновению происходит творение? Благодаря чему вдохновению происходит управление тем миром? Итак, первый вопрос. Кто является высочайшим Господом? И первый вопрос. Каков был вопрос? Вы поняли? Кто высочайший, поклоняемый Господь, Парам Дева? Кого боится сама смерть? Другой вопрос. Что? То есть, если вы о чем-либо узнаете, то вы постигнете все. Что это? И какие ответы? Кто Верховный Господь? Это Шри Кришна. Мы должны медитировать на Него. И кого боится смерть? Боится Бхагавана Шри Кришна? Если вы постигнете Его, то вы постигнете все. То есть, кого? То есть, если вы постигнете Бхагавана, значит, вы постигнете все. Почему? Потому что все заключено внутри Бхагавана. Существуют бесконечные миллиарды вселенных, которые исходят из пор Господа. И эти бесчисленные вселенные вселенные исходят из Его пор и затем входят обратно в Его поры. То есть, так происходит творение и уничтожение. В одной шлуге из Брахма Самхити это объясняется. То есть, моргания, то есть, заодно моргания, Он сотворяет бесчисленные миры и уничтожает их. Он, Парамбрахма, Бхагаван. И кто знает Бхагавана, Он знает все. Если вы осознаете Бхагавана, то вы осознаете абсолютно все. Солнце, Луна, Звезды, все движется. И все происходит под другим руководством. Бхагаван Шри Кришна – это воплощение абсолютной истины. Существует не на один обесчисленные Брахма Шри. И все они склоняют свои головы в Шри Кришне и начинают возносить ставы, стучи, всевозможные прославления Господа. Незначительные души не могут понять Его. Что и говорить о дживах? Даже Господь Брахма порой сбит с толку, благодаря Кришне, понимаете. Однажды Господь Брахма отправился в Твараку, чтобы встретиться с Бхагаваном. И в этот момент однажды привратник Двараке преградил путь в Брахмаджи. И он спросил, куда вы идете? О, мне нужно встретиться с Прабу, с Кришной. Ну, Господь все знает. Он сорвает армяне. Он пребывает в сердце каждого. На самом деле, Бхагаван уже до этого сказал привратнику, что придет одна Личность, ты должен остановить его. И привратник остановил его. Куда ты хочешь пройти? Брахмаджи ответил, я хочу встретиться с Бхагаваном, с Прабу. И привратник сказал, хорошо, проверь, пожалуйста, подождите снаружи. И Брахмаджи стоял, ожидая, когда этот привратник вернется. И когда привратник зашел туда, Бхагаван находился в зале собрания Сударма Сабха. И Бхагаван специально, он был настолько занят, он там что-то записывал. И привратник стоял и ждал, чтобы переговорить с Кришной. И Бхагаван в итоге поднял свои глаза и сказал, что ты хочешь? Привратник сказал, ну, вот такой-то, такой-то пришел, и он хочет поговорить с тобой. Бхагаван сказал, хорошо, спроси его, кто это? Привратник вернулся и сказал, как тебя зовут? Брахмаджи ответил, меня зовут Брахма. Бхагаван. Привратник вновь вернулся. А, извините, и привратник, он сказал, он спрашивал тебя. А, и он вернулся к Кришне, и Кришне спрашивал, какой Брахма? Какой Брахма? Брахмаджей был полностью без толку. Что значит? Какой Брахма? То есть есть еще какой-то Брахма помимо меня? Как тебя зовут? Ашок Кришнадас. А какой ты Ашок Кришнадас? И Брахма, он был в полном шоке, и превратник вернулся, Кришне сказал, А, и Брахма здесь ответил, я? Сказал я? Скажи ему я? Я четырех главы. Брахма – отец четырех кумаров. И превратник вернулся к Кришне и сказал, это отец четырех кумаров, и у него четыре главы. Хорошо. И Бхагаван разрешил Брахме у меня зайти. Брахма зашел, и когда он подошел к Бхагавану, Бхагаван предложил ему место, чтобы тот сел. Какие тебе новости? Зачем ты сюда пришел? Что ты хочешь мне сказать? Бхагаван ответил, мы пробуем. Я позднее скажу тебе, почему ты сюда пришел, но у меня есть сомнения. Ты спросил своего привратника, какой Брахма? Это означает, что есть какой-то еще Брахма помимо меня? Я не понимаю этого. Тогда Бхагаван улыбнулся. Потому что Брахма в своем сердце думал, что он единственный Брахма. И он сотворил эту вселенную, и Бхагаван просто улыбнулся. И сразу после этого проявились бесчисленные Брахмы. И стали предлагать свое поклоние Кришне. И у каждого Брахма, у каждого Брахма было несколько раз больше голов, чем у этого Брахма из нашей. У нашего Брахма в этой вселенной четыре головы. А там были Брахма с восемью, шестнадцатью головами. Даже один Брахма был с тысячей головами. Также бесчисленные Индры пришли. И когда все эти Брахмы пришли и стали предлагать пранамы стопам Кришне, то корона каждого из этих Брахм стала биться о корону другого Брахма. И стал раздаваться такой оглушающий звон. Но по желанию Йога Майи, только лишь этот четырехглавый Брахма, он видел всех остальных Брахм. Но другие Брахмы, которые пришли, они не видели друг друга. Они думали, я один. Прабу позвал меня, вспомнил обо мне и я пришел. И так это четырехглавый Брахма. Он выглядел как маленький муравей или комар по сравнению с теми гигантскими Брахмами. То есть Брахма из этой нашей вселенной. По сравнению с другими Брахмами, у которых были просто гигантские тела. Он был как комарик по сравнению с ними. Как москит перед слоном. И все Брахмы, которые пришли, не спросили Бхагавана. А, извиняюсь, Кришна спросил их, как твои дела, как поживает твоя вселенная. И те ответили Кришне, о, Прабу, если ты присутствуешь здесь, в нашей вселенной, то, как могут быть какие-то проблемы. Все в порядке. Кришна сказал, хорошо, я получил ваш даршинь. Теперь можете идти. Так, все они ушли. И после этого четырехглавый Брахма подошел к Кришне и сказал, Прабу, сейчас все мои сомнения улетучились. Я думал, что я единственный Брахма. Но существуют бесчисленные вселенные. И в каждой вселенной находится Брахма, который управляет этой вселенной. И самый маленький Брахма, это Брахма из нашей вселенной. Наша вселенная, в которой мы живем, это самая маленькая вселенная. И поэтому у него меньше всех голов. Есть вселенная, которая в два раза больше нашей вселенной. И у того Брахма восемь голов. То есть они там, все эти вселенные, в два раза больше. И что можем мы незначительные дживы понять? Тогда Брахма сказал, те, кто знают, что... Те, кто думают, что они все знают, то на самом деле они не знают ничего. Те, кто говорят, о, я знаю все, я постиг абсолютно все. Это невозможно. Мы должны оставить усилия для постижения знания и только лишь садиться перед святыми. И мы должны пить нектарную Харикадхо, слушая эти истории. В этом стихе говорится... Шрути Гатама означает, своими ушами вы обязаны слушать Харикадхо. Никто не может победить Бхагавана, но если вы садитесь перед святым и слушаете нектарную Харикадхо от него, то очень легко. Вы можете даже одолеть Бхагавана, который является непобедимым. Смерть поится кого? Что говорить о Враджандре Наданашимасундаре? Даже, то есть, небольшое как бы его воплощение Тарасимха Бхагаван. Когда Тарасимха Бхагаван проявился и когда он убил Харикадхо, Тарасимха Бхагаван, он был настолько устрашающим. Очень устрашающий облик, и увидев его, все полубоги необычайно испугались. Брахма и другие величайшие полубоги, они держались на почтительном расстоянии от Господа Нарасимха Дева. Прабо, пожалуйста, усмири свой гнев, пожалуйста, успокойся. Ты уже убил своего врага, поэтому, пожалуйста, успокойся. И тогда Нарасимха Бхагаван в тот момент являл очень устрашающий образ. Точно так же, когда лев в бою побеждает слона, и после этого лев еще больше гневается. То есть слон уже повержен, но после сражения, сражения, лев испытывает еще больше гнева. Точно так же, как в Махабхарате, когда Бима выпил кровь из груди душасаны, Бима разорвал грудь душасаны и стал пить его кровь. В это время Бима бросил вызов абсолютно всем. «Есть ли еще кто-то, кто хочет сразиться со мной? Любой, подходи сюда!» И он бросил вызов даже собственным братьям. «Кто хочет сразиться со мной? Подходите!» И в это время Арджуна тоже разгневался. «О, он хочет, чтобы я сразился с ним? Да я сейчас пойду!» Но Бхагаван Шриквична сказал, «Арджуна, сейчас ты с Бимой не можешь сразиться, потому что сейчас Нарасимха Аватар присутствует у его тела». После убийства Хирани Кашипо, когда Нарасимха Бхагаван проявил такой устрашающий облик, как полубоги, стали возносить множество молитв. Яма Махарадж и все защитники Вселенной, они, видя этот устрашающий облик Нарасимхадева, стали дрожать от страха даже Шиваджи. Шиваджи очень дорог Бхагавану. Он очень дорог Господу, но все равно он убежал. Бхагаван Бхагаван даже не мог ничего произнести. Так он лепетал «пра-пра-пра-пра-пра-праву». Все очень-очень боялись. И даже олицетворенная смерть, Яма Махарадж, Он тоже боялся. Даже альцитворенная смерть боится его. И благодаря чему вдохновению все Вселенные поддерживаются. Итак, медитируя на Верховного Господа Шри Кришну, это также упоминается в Брахмагайтре. Пусть этот Богован правится в моем сердце. Солнце и другие полубоги, они всегда преклоняют свои головы и волтосным стопам. Это означает, что в своем Богован, как он проявился, и всегда присутствуют со своей энергией. Это означает, что энергия Богована, полная энергия Шимати Радика. Шимати Радика совершает лилы с Кришной. И наявляет множество видов лилы расы. Они совершают множество всевозможных лил. Все боятся Кришну, но кого же боится сам Кришна? Кришна боится стрел, бровей, движение бровей и Шимати Радики. Сегодня день явления Аширамануджачария. Ой, значит, я должен что-то сказать и о нем. Его философия называется Вишишта Адвайта Вада. Что я сказал? Рама-ануджа, Рама-нуджа. Ануджа означает «младший брат». Ануджа означает «младший». Его звали Лакшмандешак. Он явился в Южной Индии. Вы должны знать концепции всех сампродай. В писаниях упоминается, что существует четыре вошнавские сампродай. И вы должны принять дикшу-мантры. И вы должны принять дикшу-мантры. Если вы получите посвящение в какой-либо из этих... А если вы получите посвящение не в какой-то из четырех вошнавских сампродай и не будете совершить баджан, то вы не достигнете совершенства. То есть те, кто получили посвящение вне четырех вошнавских сампродай, упомянутых в писаниях, то такой человек не получит благо. Некоторые люди думают, если я вступлю в сампродаю, то я стану как сектант. Я не хочу вступать ни в какую сампродаю. Я хочу делать все, что мне захочется. Мамшастра говорится, нет. Есть четыре сампродая. Шри Брахма Рудра и Санак Санатана Сампродая. Вы должны принять приближище в одной из этих четырех вошнавских сампродай. И так получите посвящение в одной из этих четырех сампродай и совершайте баджан. И совершая баджан, вы достигнете мантра ситхи, совершенства в повторении мантры. Прежде всего, что такое сампродая? Что такое сампродая? Сампродая. Сам означает саммек. То есть, это напрямое место, где дается прима прадая. А где дается прима бакти? Сампродая. Попробуйте понять значение этого слова. Еще раз, каково его значение? Саммек означает напрямую. То есть, это место, где даруется прима бакти. То есть, саммек, значит, напрямую сампродая. Это место, где даруется прима бакти, напрямую. Напрямую, полностью, место, где даруется прима бакти. Это сампродая. Вы можете принять посвящение какой-либо из этих четырех сампродай, получить их мантры и совершить баджан. И тогда, шаг за шагом, вы достигнете совершенства. Но если вы не получили посвящение в этих, а в одной из четырех сампродай, то вы не сможете достичь совершенства. И эти четыре сампродая могут очистить планету. Это шлока из Падмапурана. Кто основной ачария Шри-сампродая? Лакшми-деви. И основной ачария Брахма-сампродая? Это Брахма-джи. Господь Брахма. Четырех главы Брахма. Основной ачария Рудра-сампродая? Кто это? Господь Шива. И также в Санак-сампродая изначальной ачария – это четыре кумара. Итак, четыре кумара. Итак, в Кали-йогу существует четыре сампродая. Но каковы основные ачария в Кали-йогу этих сампродая? Основной ачария Шри-сампродая – это Рамануджа-ачария. Кали-йогу основной ачария Шри-сампродая – это Рамануджа-ачария. Его также называют Раман-ачария. И основной ачария – Брахма-сампродая. Брахма-чария в Кали-йогу основной ачария этой сампродая – это Шри-мадва-ачария. И изначальной ачария Рудра-сампродая – это Шива. Но в Кали-йогу – Вишну-свами. А санак-сампродая – в Кали-йогу основной ачария – это Рамануджа-ачария. Основной ачария – сампродая четырёх кумаров – Нимбаддития. В Кали-йогу. Итак, в Кали-йогу кто ачария – сампродая четырёх кумаров – Нимбаддития. Итак, кто является господствующим божеством Шри-сампродая, Лакшмина Райна? В зависимости от Упаси, так есть три вещи – Упасана, Усап, Упасака и Упаси. Итак, Упаси, то есть кто моё господствующее божество? Упасана, то есть вот эти мантры, которые вы повторяете, чтобы поклоняться божеству. Благодаря какой мантре я поклоняюсь божеству? Итак, есть пять видов правил для достижения совершенства повторения мантры. Если вы не получите совершенства повторения мантры, то вы не обретёте плод этой мантры, понимаете? Если вы не достигнете совершенства повторения мантры, то вы не получите плода повторения этой мантры. И каков процесс для достижения мантры-сиддхи? Есть пять правил. Мантра-артха-чинтэнам. То есть прежде всего вы должны запомнить значение мантры. И также вы должны думать о господствующем божестве мантры. У каждого божества есть господствующее... У каждой мантры есть господствующее божество. Адиштатри-дэвата. И повторяя мантру, вы должны размышлять о Иштадеве этой мантры, о господствующем божестве. То есть вы призываете божество, молитесь Ему. И господствующее божество гуру-мантры – это сам гору-дэв. Господствующее божество гора-мантры – это гора-сундар. Затем гору-мантры и гора-гаятри. Гуру-мантры – гуру-гаятри, гору-мантры – гора-гаятри. Тот, кто поддерживает весь мир. Как он поддерживает весь мир? Посредством своей божественной любви – читать Махапрабху Вишвамбар. Посредством своей любви – Махапрабху поддерживает весь мир. И пусть гора-гаятри проявится в моем сердце. Итак, господствующее божество, Кришна-мантры – кто это? Кришна. Какой Кришна? Итак, в Гопала-мантре есть три Кришны. Какие там имена Кришны? Кришна, Говинда и Гупиджона Валабха. Три этих имени. То есть там, потому что Кришна в стороне Сакхи, Говинда, Тавацали и Мадхурия – Гупиджона Валабха. В соответствии с вашей бавой и ручью, вкусом, вы должны совершать соответствующую медитацию. Итак, там есть три имени – Кришна, Говинда и Гупиджона Валабха. И повторяя эту мантру, вы должны медитировать на собственное настроение, бава-матхурию. Итак, Гупала чудо мне. Кришна находится в окружении Гопи. Кришна, окруженная Тебя Гопи, и я медитирую на Гопала. Здесь заключено множество тайн. Даже сейчас вы даже не помните мантры нормальному. Столько дней пришло, но вы даже мантры сами не помните должным образом. Брихат Бхагаватамрти Саната Нагасваем Пат сказал, «На самом деле, мантра, она сама проявится, она самопроявленная. Свата-сидга. То есть она самопроявленная, то есть знает, сама проявится в вашем сердце. Неважно, знаете вы ее значение или нет. И каков пример? Гупакумар сказал, «Невакурадев, он даже не раскрыл значение этой мантры, Гопала-мантры. Он произнес мантру, и затем он потерял сознание. Имя Гуру Гупакумара – это Джаянта. До этого его Гурадев сказал, «Гупакумар хочет дать Джагодиши Прасадь. Милости, Господь Джагодиши». Вы думаете, что Прасад – это вот такой красокол или еще что? Но слово Прасад означает милость, милость Господа. Милость Бхагавана. Гуру Джаянта дал Гупакумару, Гопала-мантру, и затем его Гуру потерял сознание, Джаянта потерял сознание. Но он не дал значение мантры Гупакумару. Ничего не объяснил ему. Просто его Гуру Дев потерял, упал без чувства, и пена потекла из его уст. И Гупакумар подумал, что произошло с моим Гуру Девом? И он очень быстро побежал к Емуне, чтобы набрать воды. И когда он вернулся, он обнаружил то, что его Гуру Дев исчез. Тогда Гупакумар сказал, «О, Матхурский Браман, я почувствовал столько разлуки с моим Гуру, но наставление, которое дал мне Гуру, повторять наму и мантру, я буду это делать». Итак, Так, повторяю, я повторяла эту мантру и Гапала мантру, но я не знала значение Гапала мантры, но повторяю мантру, то мантра сама проявилась в моем сердце, само божество мантры проявилось. Но если вы скажете, зачем тогда мы даем объяснение о мантрах? Потому что в Буслан-душе столько сомнений в сердце. Очень сложно следовать тому, что говорит Гуру Деф с верой. Гуру Деф, ты мне не объяснил ничего, ты мне дал не Туласи Малую или Нимовую Малую, поэтому ты мне дал не Туласи Малую, а четкие из Нима, поэтому я не смогу достичь совершенства повторения святого имени. Вы должны повторять на том, что вам дали, не важно, это четкие из Туласи или из Нима, но если вы не повторяете, тогда какой смысл всего этого? И как Махапрабху повторял Харинаву, он сделал узелки на своем поясочке, все страх объясняется. То есть можно повторять на Туласи Малую или на четках, сделанных из драгоценных камней, но мы уделяем внимание именно четкам из Туласи. Потому что если вы коснетесь Туласи, то ваше тело очистится, ваше сердце очистится, потому что Туласи очень дорога Господу. Туласи необычайно дорога Господу. Без Туласи Бхагаван ничего у вас не примет, и поэтому даются именно четкие Туласи. Но если у вас есть вера и ништха, повторение святых имен, то Манамапрабху дарует вам плод. Не важно, знаете его значение, мантра или нет. Плод придет естественным образом. Например, огонь. Не важно, знаете вы, жжет огонь или нет. То есть если вы коснетесь его, то огонь в любом случае обожжет вас. У каждого объекта, предмета есть или субстанции, есть естественное призывщее. Ей природа. Например, природа огня, жечь. Не так ли? Не важно, знаете вы это или нет. Если вы поместите руку в огонь, то огонь наверняка обожжет вас. Поэтому таким же образом, не важно, знаете вы значение мантры или нет. Если вы будете повторять мантру с верой, то мантра дарует вам плод. Вера означает простая вера. Сара ла вишвас. Простая вера. Но обусловленные души, они не могут очень легко получить эту веру. То есть обусловленные души нет этой простой веры. Если у вас есть вера, все, что бы вы ни делали, вы получите плод. Если вы изучаете шастры, знаете вы значение, понимаете вы значение или нет. Но если вы это делаете с верой, вы постигнете их. Махапрабху однажды пришел в один храм. И там был мальчик, который читал Бхагавадгиту. И он не мог правильно произносить слова. Даже бандиты проходили на него, смеялись над ним, говоря, что это такое вообще. То есть никто не обращал на него внимания. Но Махапрабху пришел и сел прямо перед этим мальчиком. Вы знаете, что Махапрабху это сам Кришна. Читание Махапрабху. Махапрабху сел рядом с этим мальчиком. И мальчик читал Бхагавадгиту. И после того, как он завершил Махапрабху, спросил его, почему ты плачешь, когда читаешь Бхагавадгиту? И мальчик очень просто ответил, на самом деле я не знаю значения слов, того, что я читаю на санскрите. А я просто читаю, потому что у меня есть вера в наставление моего гуру. Мальчик сказал, однажды я попросил своего гуру. Однажды я подошел к своему Гуру Деву и спросил его, «Гуру Дев, у меня нет знания санскрита. Я так же особо не учился в моей жизни. У меня нет знания, поэтому что мне делать?» И Гуру Дев сказал, читай Бхагавадгиту. Просто читай Бхагавадгиту. Мальчик сказал, «Но я не знаю значения этих слов. Я читаю Гуру Дев только лишь потому, что мне Гуру Дев сказал это делать. Но я не знаю значения. Я просто читаю Бхагавадгиту, потому что у меня Гуру Дев сказал это делать. Но когда я стал читать Гиту, что я увидел, как Своим Бхагаван Шри Кришна управлял колесницей Арджуна. И в это время улыбающееся лицо Кришны было настолько прекрасным. И он смотрел на Арджуну, и он давал наставления Арджуне. И где он сидел? На колеснице Арджуны. Итак, прекраснейший лотосный лик Шри Кришны, улыбающийся. И когда я только начинаю читать, тут же это лицо проявляется в моем сердце. И видя его прекрасный образ, я начинаю плакать. Потому что я испытываю столько счастья. И от этого счастья мое сердце тает. И слезы стремляются из моих глаз. Слезы могут течь по двум причинам. Вы можете плакать от счастья или от горя. Откуда вы знаете, как человек плачет? От счастья или от горечи? Как это понять? Хотоколп. Слезы счастья холодные. Но когда вы плачете в разлуке или вы страдаете, то эти слезы горячие. Бывает у вас такое? И, слышав это, Махапрабу сказал, Твое чтение Бхагавадгиты увенчалось успехом. Неважно, знаешь ты значение или нет. Видя обусловленные души, вот они постоянно так обращаются к грунте. Расскажи имя, значение, то, все. Итак, получив посвящение в одной из четырех сампродай вы получите совершенство. Неважно, знаете вы значение мантры или нет. Итак, есть пять процессов повторения мантры. Первый мантра арта, чинтэна. Значение мантры, конечно, нужно знать. Иначе вы будете, как попугай, повторять имя Рамы или Кришны. Но если кошка нападет на такого попугая, он сразу начнет лепетать на своем попугайчем языке. Но все равно простое значение мантры вы должны знать. Но ващна вы как бы не... То есть мы не объясняем подробное значение. Но хотя бы простое или вот такое вот общее значение мы так или иначе даем при посвящении. Понимаете? И чем больше вы будете совершать баджан, то постепенно, постепенно у вас появится больше желания понять глубокое значение мантры и совершать баджан. Чем больше у вас будет эта жажда развиваться больше, то вы погрузитесь в глубокое значение мантры о Госпостующем Божестве. Этой мантры... Как каждый слог указывает на определенную часть тела Кришны. То есть в Камагайтре 24,5 слога. И каждый из этих слогов — это одна из частей тела Кришны. А в Гапал-мантре 18 слогов. В Камагайтре 24,5. И вот эти 24,5 слога Камагайтре указывают на части тела Кришны. И даже Вишнад Чакру Артипад, он не мог выявить, где же половинка. Хорошо, вот 24 слога понятно, но где же кроется эта половинка? И какие части тела Кришна соответствуют этим слогам? И Вишнад Чакру Артипад, он был очень расстроен, потому что он действительно хотел постичь это. Потому что Кришна Насквиража Госвами написал в читании Чаритамрите, что у Камагатре есть 24,5 слога. И каждый из слогов указывает на определенную часть тела Кришны. И где же находится эта половинка слога? И какой части тела Кришна она соответствует? Что значит половина части тела какой-то? Поэтому Шила Вишнад Чакру Артипад. Он сказал, если я не знаю этого, то какой смысл моей жизни? И он пришел на родоконду в надежде убить себя, и в полночь, около часа ночи, он вышел. И Шимати Радика проявилась перед ним и сказала, «О Вишнад Чакру Артипад, ты моя дорогая Саки, но для того, чтобы научить джив этого мира, ты совершаешь эту лилу». Но Кришна, скажет, что с вами он также Кастори Манчари. Все, что он написал, это истина на 100%. Но я тебе дам определенное направление. Пандиты не говорят всего. Они просто дают определенные намеки на то, о чем мы говорим. Но глупые люди не понимают этого. Вы должны побить их, чтобы те поняли. Второй. И как говорить с такими глупыми людьми? И посредством битья. Поэтому Шимати Радика таким образом, она просто намекнула Шимати Радике, ой, Вишнад Чакру Артипад, чтобы тот еще поискал. И эта книга такая там, Макам Баскар. И в этой книге все объясняется. То есть, какой слог является половинкой и так далее. Тогда в Человечном Тикроте Пат нашел эту книгу и прочел ее и нашел. То, что искал. И все его сомнения были развеяны. Итак, первое. Мантра арта Чинтана. И после этого. Ньяса мудра. Это второй процесс. Это описывается в Баджа Нарахаси. Сколько раз повторять мантру? Как ее повторять? Также пропадьте. Следующая Шара Нагати. И после Шара Нагати Атма Неведана. Вот всего пять. Правил, как повторять мантру. очень просто. Но Гопа Кумар гуру Дэв сказал. Он просто повторил Гопа Ламанту. Мантру, его гуру исчез. Но Гопа Кумар сказал. О, матульский Браман. Сказал своему ученику. И я таким образом всегда повторял наму и мантру. нама и мантра. И нама и мантру вместе. Ну, как бы одновременно повторял. Вот это вот маха мантра, которую он повторял. Вот это святое имя. И мантра, которую он повторял, это Гопала мантра. Итак, мы говорили о Шрине Рамануджачаре. Его имя в детстве был Лакшман Дэшик. Он был воплощением Лакшмана. Поэтому его имя Рамануджа. Я младший брат Рамы. Гатха Рамануджачаре необычайно прекрасно. У него был один чинюк, которого звали Куреш. И Рамануджачаре служил своему гуру-деву. Ядовачаре был великим пандитом, исполненным знаниями. Он обладал санскритской грамматикой. Но он был адвайтов вади, имперсоналистом. И однажды Рамануджачаре служил своему гуру-деву и массировал его с маслом. Ядовачаре лежал, а Рамануджачаре носил его спину. И пришел другой преданный и произнес шлоку из Банишад. Огур-дев, пожалуйста, расскажи мне значение этого стиха. Это один его ученик спросил ядово-ачарию. Эта шлока указывала... Там говорилось о глазах Господа, которые подобны лотосу. То есть, который говорится, каковы глаза Бхагавана. То есть, Латасаокий. На самом деле, Эдовачаре, когда он... Объяснение этого стиха... Он сравнивал глаза Господа с цветущими лотосами. А, то есть, наполовину расцветшему лотосу. И вот эти вот уголки глаз Бхагавана, они там красноватый оттенок такой. И тогда Едовачарья сравнил красный цвет с задней части обезьяны. Обезьяна. Потому что задняя часть обезьяны красная. Такой низкий пример, такое ужасное сравнение, что глаза Господа красноватые, как в задней части обезьяны. Так, ягодицы обезьяны красные. И когда Лакшман Дешик услышал это, и он подумал, что прекраснейшие глаза Господа. И ты сравниваешь их с ягодицами обезьяны. И он стал очень сильно плакать. И его слезы стали капать на спину Едовачаре. Едовачаре. Едовачаре спросил, а кто здесь плачет? И тот ученик ответил, Лакшман Дешик. Едовачаре спросил, почему ты плачешь? Тот ответил, Гуру Дев. Глаза Бхагавана настолько прекрасные. И его тело настолько прекрасно. А ты сравниваешь его глаза с ягодицами обезьяны, которые красного цвета. Это неправильно. Едовачаре очень разгневался. Что ты плачешь? У Бхагавана у него даже формы нет. Это же просто Лила. На самом деле никакой формы у него нет. Мы не можем медитировать на что-либо, у чего нет формы. Поэтому только сейчас временно мы медитируем на его облик. На самом деле мы ни на что не медитируем, потому что он Браман. И у Брамана у него нет формы, нет деяний. У него нет формы, он не Ракар. Не Ракар, не Рвишеш, не Ранджан. У него нет никаких особенностей, ничего. Что ты думаешь, действительно у Бхагавана есть глаза? Ну что такое? Он стопы. Он же безличный Браман. Это только лишь сияние. Это концепция Адвэта Вади, манистов. Вот почему мы можем привести любой пример. Не проблема. Вы можете... Можно медитировать на собаку и думать, что это Бхагаван. Это тоже нормально будет. Когда шел Бхагаван Такур, был управителем, управляющим храмом в Поре. Какие-то маевади в храме Джаганатхи поставили божество собаки в храме. Потому что у безличного Брамана нет формы. Можно медитировать на любую форму. Бхагаван Такур, он выгнал оттуда. Убирайтесь! Адвэта Вади, которые следует Шанкадачаре, они говорят, у Брамана нет формы. Можно медитировать на все, что угодно. Медитировать на любую форму. И думать, что это Браман. Итак, Лакшмен Дешик, он был совсем не хуже. Он сказал, Гурзев, почему ты говоришь? Сейчас в Страх описывается прекрасный облик Господа. Но в Писаниях ведь говорится, что у Господа есть форма. То есть, в Писании говорится, что у него нет ног, но на самом деле у него ноги есть. Что это значит? Его стопы трансцендентны. В Писании говорится, что у него нет ног, но он ходит. Что это значит? Часть его тела трансцендентная, нематериальная. Он ходит, он кушает. Даже вот этот маленький, будучи маленьким мальчиком, Лакшмен Дешик, как это сказал, обувил все доводы своего гуру. То есть, у него нет глаз, но он видит, что это значит? У него глаза нематериальные, они трансцендентные. В одном Писании говорится, что у Кришны нет формы. Но в других Писаниях говорится, что все-таки у него есть форма. Что это значит? У него есть глаза, но они трансцендентные. Это не материальные глаза. Они полностью трансцендентные. Например, человек не ест днем. Как вот мусульмане, они следуют определенным обетам. То есть, они едят только лишь вечером. Днем не едят. То есть, они на протяжении целого месяца... Рамадан. Рамадан. Они следуют этому обету и не едят днем. Они очень строги в этом. То есть, они не кушают от рассвета до заката. Но после заката они принимают пищу. Что я хочу сказать, например, человек не ест днём, но он толстый. То есть, если он есть днём, это означает, что он кушает ночью, иначе как он мог растолстеть? Что это значит? Каково значение шастр? У Бхагавана нет глаз, но он видит. Можно понять, что у Бхагавана есть трансцендентные глаза. У него нет стоп, но он ходит. Это означает, что его стопы полностью трансцендентные. Вы можете понять значение описания двумя способами. Авидия, Врития, прямое значение, и Лакшна Врития, косвенное, не прямое. О Ниавидия, а Авидорития, Врития, это прямое значение. И пример таков. Гангам Гоша Пали. Гангам Гоша Пали. Пали означает «ведь деревня». Гангам Гоша Пали. Но никто не может жить на Ганге. Только лишь на берегу Ганги, конечно же. Гангам Гоша Пали. И дзвинские жители, которые стали пастухами, они живут на Ганге. Гангаем Гоша Пали. Но они не живут внутри воды. То есть они, конечно же, живут на берегу. На Ганге означает не на самой Ганге, а на берегу Ганге. Гангам Гоша Пали. Что это значит? Чтобы понять значение Писания, нужно понимать, принимать во внимание прямое значение и косвенное. И вот этот маленький мальчик Лакшмандос, он преподавал этот урок собственному гуру. Гуру Дэв, почему ты говоришь об этом? Почему ты приводишь такой низкий пример? Бхагаван – это Верховный Господь в бесчисленных Вселенных. Его образ настолько прекрасен. В шастрах описывается прекраснейший облик Господа, и ты сравниваешь его с попой обезьяны, которая красного цвета. Если вы что-либо сравниваете, сравниваете с нормальными вещами, не с какими-то низкими. Когда приводится какое-то сравнение, вы должны сравнивать с хорошими вещами, не с какими-то низкими. И ягодицы обезьяны – что это значит? Ты опускаешь Господа, ты критикуешь Его. На самом деле, я два чаря как раз и хотела это сделать, потому что он был злонравным. Он не хотел принимать Бхагавана, да он просто камень. Мы поклоняемся камню. Они думают, что Божество – это всего лишь камень. Но образ Господа является сочетанодавиграхой. Думаю, что Божество – это кусок камня. Зачем поклоняться камню? Итак, этот мальчик, Лакшмадешик, победил Ядавачаре. И, услышав об этом, Ядавачаре подумал, когда этот мальчик подрастет, то он уничтожит мою сампродаю и покончит со мной, разбив все мои аргументы. И если не будет бамбука, то не будет и флейты. Поэтому этот Ядавачаре решил убить Лакшмадешика, этого своего ученика. Он сказал, принеси мне что-нибудь там из леса. И они хотели, чтобы звери съели заживо Лакшмадешика в лесу. И Ядавачаре привел Лакшмадешика в лес, но произошло нечто удивительное. Бхагаван. 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 Итак, Яду Ачария сказал одному своему ученику, оставь Лакшмандешика в лесу, и этот ученик, который привел Лакшмандешика в лес, лев съел его, а не Лакшмандешика, но Лакшмандешик смог выбраться из этого леса. И Лакшмандешик, он полный гуру Майвади, Майвади являются оскорбителями аппаратхи, нужно оставить такого гуру. Вы можете оставить гуру только лишь по трем причинам. Если гуру поворачивается против вайшнав, критикует их, вы должны оставить такого гуру. Другой момент. Если гуру общается с женщинами, также вы должны оставить такого гуру. гуру и третье, то есть если он в Майваде, у него нет реализации. Также нужно оставить такого гуру, он бесполезен. также как один слепой ведет другого слепого в яму, в пропасть. Гуру Майваде, 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 Майваде. Вы должны запоминать некоторые стихи. запомните этот стих матирная кришная начинается то есть жевать пережеванное и сплевать жевать пережеванное вы думаете вы получите какой-то сок что-то из этого излечете нет том что уже оно было пережеванное Джайва Дхарме Шилбахтин Такур сказал вы можете оставить гуру под трем причинам каковы они если гуру Майвади если он говорит если он повторяет агамбрахмасми и так далее нужно оставить такого оскорбителя Майвади также если гуру обладает ассатсангой он общается с женщинами аппарат если гуру является Вайшнава аппаратхи если он критикует Вайшнава вы должны отвергнуть такого гуру Махапрабха сказал не критикуй никого что это говорить о Вайшнавах вообще никого те кто критикует Вайшнава они вообще людьми не считаются не являются не критикуйте никого если вам кто-то не нравится то ладно на какое благо в критике хорошо ты не согласен ну не критикуй не общайся с таким человеком просто не критикуй его не нужно с ним общаться и критиковать также не стоит потому что если вы критикуете то его недостатки перейдут на вас потому что вы начинаете погружаться в это если вы не можете очистить человека или поправить то какой смысл в его критике в начале поправьте себя тогда вы сможете помогать другим тот кто говорит что-то но не может очистить то он критикует он просто пытается очистить человека но если вы хотите очистить других то вы начнете погружаться в недостатки этих людей и становитесь таким же падшем что что значит не до скажите меня критика если вы говорите что это вор то это не критика называть вора вором является критикой а что вы можете сказать что ворота саду парамгур махрач сказал в этом ворота вор саду это саду но также какое благо говоря что человек это вор если вы сами не очистились не исправились то какой смысл говорить что кто-то другой такой же в этом нет никакого смысла вы можете сказать что ворота ворота вор если вы можете исправить его или очистить его вы не очистили еще себя но пытаетесь очистить других то есть оба тогда упадут вы не знаете как плавать к примеру человек тонет тогда вы прыгаете в воду чтобы спасти такого человека но вы сами не умеете плавать он когда под плоти к нему он ухватиться за вас чтобы вы ему помошли помогли но в итоге оба вы утонете не так ли перед тем как прыгать в воду вы должны сами понять а я вообще умею плавать или нет если вы не умеете плавать и направитесь туда к нему то он схватит вас ёпа вы топориком на дно и роман роман чачари увидел вот этот ядово чаря что-то за курма и ради поэтому его нужно оставить и тогда он получил посвящение у яму на чаре затем он принялся не асу очень длительная история его жизни понимаете но не мог получить посвящение прямую потому что он пришел и он увидел то что его гуру он уже ушел и он хотел получить саньясу и он увидел что пальцы яму на чаре сложные три пальца яму на чаре более сложные и роман чаре просказал я приму саньясу и также я разобью философию майавади и вот эти вот пальцы они стали открываться у яму на чаре и еще одно что он сказал я установлю ваишнавскую дхарму а я напишу комментарий на веданта тогда третий палец а еще один палец открылся у яму на чаре 3 я буду проповедовать чистую ваишнава дхарму и все пальцы ман чаре разомкнулись и он принял саньясу и позднее после этого его имя стало раму нуджа чаре до этого его звали лакшман дэшик потом он стал известен как раму нуджа чаре и он написал комментарий на виданта сутру его философия называется вещество адвайта вада вещество адвайта вада особый монизм так или иначе корова корова то есть корова это именительная а прилагательная она красная черная и так далее точно так же бога он повсюду брахман повсюду но у него есть энергия то есть то что его писать шахте так как прилагательная например вы видите корова она какая она черная белая тогда то есть это описание коровы то есть есть именительная и прилагательная корова это именительная она белая или красная и брахмана есть особенности качества у него он обладает энергиями брахман он не является ни шахте без энергии у него есть энергия вот в этой воде говорят брахман это нир шахте у него нет энергии у него нет формы ниракар нирвишеш ниранджан но говорится нет у него есть шахте а что значит какого значения слова брахман основное значение он то есть от корня брехан или брехат он великий он огромный и он делает других тоже большим и великими он как бы величественнее других он огромный гигантский это господь брахман он богаван гуру гуру не создает учеников гуру создает гуру если у вас будет хорошая древесина то вы вы можете из нее вырезать лодку и на этой лодке вы можете переместите килограммы и тонны другой древесины обычно дерево тонет в воде но если вы правильным образом вырежете создадите лодку из этой древесины из этого дерева то она будет плыть эта лодка сможет выдержать тонны и тонны бревен и пересечь реку для этого это было просто бревно а сейчас оно может плавить и так же нести других и бхакти-сенсорасвадита кур по этой причине объясняет на самом деле гуру никогда не создают учеников с обычной точки зрения можно сказать у махарадж сколько у тебя учеников люди спрашивают такие вещи махарадж сколько у вас учеников у меня нет даже одного ученика то что я создаю гуру шил бхакти-сенсорасвадита кур он это делал или нет он говорил все я не сделал даже не одного ученика а все они это мои гуру как такие удивительные личности например как шил бхакти-прагьянкешва госай махарадж шил бхакти-дай-тамадова госай махарадж шил бхакти-праматпури госай махарадж все они и когда вы передаетесь гуру то гуру вкладывает эту энергию в ваше сердце понимаете итак вы должны стать учеником или гуру все должны стать гуру по моим наставлениям ты должен стать гуру и освобождать всех и повсюду это сказал махапрабху каково мое наставление повторяя святые имена повсюду так же ты должен проповедовать и сам следовать должному поведению иначе никто не будет слушать вас если вы сами не следуете вы сами едите сладости но говорите другим не есть их ну можете сказать у меня диабет вы должны следовать ачару должному поведению в проповеди ачару прачар мы должны проповедовать следуя должному поведению вы должны совершать баджин и так же проповедовать одновременно нет вначале достигну совершенства потом я смогу проповедовать но вы умрете еще до этого вот все что вы выучили просто следуйте этому и учите этому других все чему вы уже обучились вы должны полностью следовать этому и так же обучать этому других повторяйте святые имена вы повторяйте святые имена сами и задействуйте других так же воспевание с того имени просто а если вы например сами побуждаете других повторять святые имена но сами не повторяете то есть что это значит вы должны сами повторять и в это же время говорить вдохновляй других иначе ой ты повторяй 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 А сам то ты повторяешь? Даже ни одного круга еще не повторил? Нет, это не истинная проповедь. Философия Романа Джачарья удивительная. Как он проповедовал? Он даже одного человека исполнил вожделение, сделал своим учеником. Как его звали? Однажды он пришел в дом преданного, который был очень бедным. Гурлев пришел, мужа не было дома, и жена подумала, как же мне послужить гуру? И рядом жил один владельец магазина с овощами. И он был таким вот злодеем, ужасным человеком. Он всегда желал чужих жен. И эта женщина преданная подумала, вот гурлев пришел, и должна послужить ему. И она предложила себя взамен на продукты, чтобы приготовить для гуру. И так она приготовила для гуру, устроила пир, накормила Гуру Дева, Романа Джачарья, всех его учеников. И в то время, когда ее муж вернулся домой, ее муж увидел, о, гурлев пришел, все пришли, все накормлены, все так замечательно. Как тебе это удалось? Индивительное служение. И она все рассказала, как она получила эти продукты. И вот этот вот держатель магазина сказал, что даст мне эти продукты взамен на меня. И муж помочь жене добраться туда. Эта женщина преданная была очень разумной. Она взяла с собой просад Атраману Джачарья, то есть его просад Маха Маха. И когда этот человек поел этого просада, его сердце тут же поменялось. И он припал к стопал этой женщине, и он стал плакать. Горе мне, горе мне. Подари мне даршин своего Гуру Дева. И этот человек, он пришел и упал в стопу Раману Джачарьи. И также у Раману Джачарьи был ученик, которого звали Данурдар. До этого он был пьяницей. Он ходил туда и там, общался с чужими женами. То есть он таким был вообще тоже ужасным. И в храме Раману Джачарьи уже вот-вот должны были открыть алтарь. Но вот этот злодей прислонился спиной к двери алтарной. Перед ним сидела его подружка. И он созерцал лицо своей девушки. Уже пришло время открыть алтарь, но он не давал этого сделать, потому что он сидел. Все боялись ему сказать, потому что он был таким вот разбойником. Потому что если кто-то к нему подойдет и что-то скажет, он мог даже убить. И ученики Раману Джачарьи не знали, что сделать. Они пришли к Гуру Деву и сказали. Там вот этот вот мужчина пришел. Что мы можем сделать? Тогда Раману Джачарьи сказал ему, пожалуйста, отодвинься, мы должны открыть дверь, чтобы всем давать свой даршан. Этот человек, он ответил, это божество кусок камня, посмотри на мою девушку. Она такая красивая. Она сияет, мерцает красотой. Раман Джачарьи Так вот этот царь надмитый. Он сказал. Рашан. Раман Джачарьи сказал. ее тело это как целлофановый пакетик полный мочи крови желчи и так далее спражнений знаете как изо рта осла такая вонь встречается роману джачаря сказал божество настолько прекрасно гораздо прекрасней твои подружки и этот человек ответил есть божество действительно красивее мои девушки тогда я все ставлю роману джачаря положил голову на он был положил руку на голову этого человека открылся алтарь и человек только увидел божество тут же потерял сознание роману джачаря показал истинную красоту и облик господа он вложил свою силу и когда-то человек пришел в себя полностью предался роману джачаря роману джачаря сказал не нужно бросать свою девушку женись на ней живи с ней семьей и поклоняйтесь божеству данур дар принял ее как свою жену и каждый день они приходили в храм чтобы выполнять служение и он постоянно служил роману джачаре и божеству также до этого он разбойником вором делал столько дурных поступков но потом он полностью его сердце полностью поменялось и он стал данур дар был из семи шутер но когда роман джачаре амона омывался в ганге то она была то есть и туда кого вене он шел держась за плечо с ученика брамана а на обратном пути после мовения он уже вышел выходил из воды и держался за плечо вот этого данур дара который был сашудрой и ученик и ученик браман он поражался грудев идя на омывение он опирается на мое плечо а обратно он идет и опираться на плечо этого данур дара он грехаст когда еще более того он шел шудра роману джачаре он все знал роману джачаре на самом деле данур дар он был настолько придравшимся на самом где люди не понимают кто истинный шудра кто такой кто истинный браман и после этого роман джачаре подарил новые одежды всем своим ученикам в россии мы раздал новые дор каупины как нижнее белье и он сказал сходите на омывение и оденьте новые дор каупины все ученики брамана отправились на омывение но там в общем была личная слуга роман джачаре и он сказал ему иди туда где вот эти браманные мальчики омываются и поменяй их вот эти новые одежды местами перемешай их все и после того как эти мальчики омылись брамана мылись они вышли и они начали одевать друг друга и увидев это даже стали драться это моя одежда не буду я дал снимай и они пришли жаловаться все они пришли жаловаться роман джачаре и роман джачаре сказал да хорошо ну что произошло то прошло не нужно больше ссориться и да нурдара он каждый вечер приходил чтобы слушать харикатху каждый день он джачаре я сказал одному ученику вот этим ученикам браманам у да нурдара столько богатства в доме в десять вечер его жена уже засыпает поэтому идите туда в его дом и вытащите вынесите все из его дома принесите мне и все эти ученики пошли в дом до нурдара и а жена до нурдара она спала на тот момент и на ее теле были украшения и она лежала и вот эти вот брамана они сняли даже драгоценные браслеты которые были у нее на правой руке и она хотела пошла пошевелилась чтобы перевернуться и браманы это увидели разбежались а в это время роман джачаре сказал данную дару отправляйся домой уже поздно твоя жена уже спит и данный дар вернулся и увидел то что боже нас плачет что произошло наши духовные братья все вынесли все забрали из нашего дома да не проблема и что такого что ты плачешь то все это и так является собственностью гору наш дом это собственную город сюда все просто мы эти вещи они поменяли свое местоположение переехали с одного дома другой нужна склада я плачу не с того что не все вынесли потому что они забрали украшение с одной руки но браслеты с другой стороны с другой руки не сняли роман джачаре при этом сказал своим ученикам чтобы те еще подслушали разговор роман джачаре со своей женой они когда не то слышали и и не поняли почему роман джачаре после мобения он держится за плечо этого своего ученика ашудры потому что он был полностью предавшимся полностью предался здесь только учение заключено так же история куреша как он пожертвовал своими глазами ради курдева он писал комментарии написал комментарий на виданта сутру который называется шри бхасия как он джаи сила гурдева ки джай не а и и и и и к и и и Чай крутой.